Друзья, всем привет! Давно хотел сделать нечто эдакое. Наконец-то приступил к реализации проекта. Хочется создать воздушно-реактивный двигатель, поиграться с кольцами маха. И вот наконец-то у меня все для этого есть. Начал реализовывать. В данный момент делаю сопло. Это будет сопло лаваля, настоящее. Делаю из цельной нержавеющей болванки. Процесс идёт крайне туго. Очень медленно идёт. Жесткое сверление, в обработке плохой металл, вязкий, плохо режется. Но уже много чего готово. И это можно сказать полуфинишная операция изготовления сопла. Уже готова вот такая штука. Это камера сгорания. Можно даже сказать высокого давления. Здесь будет где-то 3,5 бара внутри. Думаю, все вы видите, с чего я её сделал. Это всё те же пресловутые части ГТД-350. Но очень здесь крутая камера сгорания всего лишь с одной форсункой. И я загорелся сделать именно на этой основе, потому что мне она очень нравится и я хочу использовать. Продвинулся в этом деле довольно-таки сильно. Уже практически готов выход. Не хватает только лишь пресловутого сопла. Видите, какое большое отверстие. Это не порядок, отверстие должно быть поменьше. Ну а так вот смотрите, что получается. Есть вход вон там с краном. Это вход для воздуха и есть выход. Также сделал охлаждение. Потому что мне кажется будет очень большая температура и чтобы всё это дело не расплавилось, надо охлаждать немножко изнутри сопла. Вот видите, там присутствует щелюга некая и ряд отверстий маленьких. То есть вот эта зона будет охлаждаться. Везде будет снаружи присутствовать воздух. Здесь, когда я прикреплю сваркой сопла, уже выходное, нужно будет тоже сделать некую обещайку, чтобы циркулировал воздух. В эти отверстия воздух будет проходить. Ну а здесь выхлопные газы. Поставил сверло побольше. На удивление быстрорез хорошо обрабатывает нержавейку. А вот твёрдым сплавом как-то не очень идёт. Заглянем поглубже. Подобрал режим, при котором вроде бы неплохо берёт. Ну и собственно уже хорошо пошёл процесс. Внизу чуть расширил, сейчас сделаю конус. С одной стороны готово. Это будет вход. Сейчас перезажимаю и будем делать вторую. Сторону держу в тряпочке, друзья. Деталь дико горячая, просто нереально горячая. Вот такая получилась деталь, друзья. Ярко выраженная сопла ВАЛЯ. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, с отверстием я угадал. И оно не сильно маленькое, потому что явно оно небольшое. Остаётся только приварить тик сваркой. И можно будет стартовать. Немного прихватил сваркой и всё. Ракета готова для стартов. Запускать нашу ракету и это вполне естественно. Мы будем с помощью газотурбинного двигателя. Это вспомогательная установка, которая может вырабатывать 25000 литров воздуха в минуту. Выходит он вот из этого отверстия. Соответственно, у меня уже есть фланец, с помощью которого можно присоединять. Но что-то сильно, друзья, сразу подсоединять через него. Хотя он классно работает. И это можно было бы сделать прямо сейчас, потому что у меня здесь всё готово. Сделал автоматику. Вообще начинает походить на ракетный двигатель постепенно. Тут у меня соленоид двухходовой, который может подавать топливо на пусковую форсунку либо на основную форсунку. Нужно всего лишь щелкнуть переключателем. Подобрал вот такой создатель искры. Искру будем вырабатывать через него. Всё успешно работает, щелкает. Ну прям жесть. Вот, но черт возьми, чертовски страшно запускать её. Сразу от газотурбинного двигателя. Поэтому я подготовился и сделал вот такую штукенцию для пробного запуска. Смотрите, это самое сердце пылесоса на 1,5 киловатта. Мой друг говорит, что вот что-то с этой стороны оно плохо дует. Всасывает хорошо, дует всё время с пылесоса плохо. Давайте-ка мы сейчас и проверим, как оно дует вот с этой стороны. Видите, сделал некий кожух очень по-быстрому. Очень он такой бесформенный, но зато он хорошо подходит. Ну что, будешь пробовать, как дует? Сейчас Олежка будет дуть, друзья. Ну смотри, резкий будет сейчас скачок, она дергает сильно. Поймал, поймал, розетку поймал. Держим высокотехнологичный кожух. Не отпускай только. Говорит, не дует, а ты попробуй заткнуть её, заткнуть попробуй. Ну так уже что-то, давление. Давление есть, видишь? Даже свет моргает, а ты говоришь, не дует. Ну вот, сейчас мы будем подключать и будем пробовать стартовать, как оно пойдёт. Всё, друзья, я готов дать немножечко жидкого. Правда, пока что только с пылесосной накачкой. Вот она, эта пылесосная турбина. Немного модернизировал здесь всё, потому что я уже пытался стартовать. Понадеявшись на этот соленоид, я решил, что будет работать всё как надо. Но он работать отказался под давлением, поэтому я поставил два соленоида. Вот один, вот второй. Теперь точно как в ракете, будет подаваться по двум магистралям. Было много всякой мелкой и неприятной сварки. Пришлось сваривать трубопроводы, делать заглушки. Работы проделаны колоссально, хотя вроде бы как с виду всё просто. Сейчас мы посмотрим, как оно будет работать и будет ли работать вообще. «Ремия사» «Ремия原» Аминь «РемияР» На гонке Рør «Ремияر» «Ремия» «Ремия-нер 때� 창в wing-flag Renни立ыка» Продолжение следует... Работает довольно-таки жестко даже на обычном пылесосе. Выключил подачу керосина. Видно,что нагрелось всё. Довольно сильно. Потенциал есть, друзья. Чуть асфальт не сгорел. По-моему, он шишкой стал. Такое чувство,что он скруглился как-то. По расходу керосина на шим-регуляторе было то ли 2%, то ли 20%. Запускается легко, работает зачетно. Идем дальше. Можно расчехлять вот этого друга в качестве источника воздуха. Честно говоря, очень страшно, ребята. Даже не знаю, что делать и как. Он тоже шуметь будет и та штука греметь будет. Будет эпично как минимум. Давно я мечтал это сделать. Вообще, чтобы не страшно было, надо одевать наушники. Это я уже давно понял. Как тараканы все разбегаются. Надевают срочно ухи, очи. Этот вообще убежал куда-то. Значит, воздуходувка готова полностью. Все батарейки подключены. Наверное, часа четыре вот это я всё подключал. Протянул магистрали, протянул провода. Всё подсоединил, всё работает. Два клапана, вот щелкает. Работает также и запускать. Видите, какая система. Уже похоже на какие-то взрослые испытания каких-то серьезных ребят с Роскосмоса. Вот так вот. Поставили отбойник вот в виде двери, чтобы машину не загасило, которая напротив. Потому что вот это выхлоп. И довольно-таки серьезный. Ну что, стартуем. Не будем затягивать. Да дерево выживет, не переживай. Остров erreichen. Остров acronym. Немная масса ama, Вandra м子, Въх GOOD, Немной масле. Вот такead. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень страшно, я тебе скажу. Давно так страшно не было. Ты всё там остаёшься? Ты думаешь вода защищает тебя? Кольца маха минимально были видны, но слишком большое отверстие надо уменьшать. Это страшное шоу. А ты открывал уши? Я нет. Уши не снимал. Для пробы, да? Я не знаю, не хочу знать. Адреналин выдерживается, давно так страшно не было. Всё, конечно, круто, зажигательно, но каких-то колец маха я не увидел. Хотя именно ради этого всё и затевалось. Попробую поставить новую форсунку. Прошлая с моего GTD 350, она там подсгнила, я её расковыривал. А эта свеженькая, новенькая, целенькая, не новенькая, целенькая. С её помощью сгорание будет лучше в двигателе и возможно кольца маха так и появится. Тем более, что вечереет их будет всяко лучше видно, чем сейчас. Попробуем всё-таки поймать кольца маха. Нацелился чётко. Вот должно быть что-то видно. Попробуем всё-таки повторяю. Чётко. Чётко. Попробуем всё-таки forgive-moi. Я надеюсь, вы видели, что какие-то такие небольшие кольца маха были, но они не четко выражены. Хочется, чтобы было очень четко и красиво. Так что буду двигаться дальше, но это уже дело следующего видео. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч и бейте в колокол.